Мнение постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева. Армения сознательно игнорировала резолюции Совета Безопасности, никогда не участвовала добросовестно в переговорах, а вместо этого направила все свои усилия на колонизацию захваченных территорий под прикрытием прекращения огня и мирного процесса. Более того, руководство Армении расценило и разрекламировало агрессию против Азербайджана как славную победу, почитало военных преступников и осужденных террористов как национальных героев, открыто пропагандировало возмутительные идеи этнической несовместимости и подстрекало молодежь и будущие поколения к новым войнам и насилию. Отсутствие адекватной международной реакции на агрессивные и противоправные действия Армении, попытки сохранить разумный баланс вместо того, чтобы называть вещи своими именами и пресловутые двойные стандарты и избирательность в отношении общепризнанных обязательств и обязательств по международному праву только вдохновляли Армению придерживаться своей позиции и способствовали пониманию Армении ее вседосволенности. Очередной акт агрессии, совершенный Арменией 27 сентября 2020 года, стал логическим следствием безнаказанности, которой она пользуется более 30 лет. Даже разрушительное воздействие пандемии COVID-19 не помешало Армении ее вооруженной провокации. Последовавшие за этим боевые действия длились 44 дня. В результате контрнаступательной операции, предпринятой и успешно проведенной вооруженными силами Азербайджана в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону, около 10 тысяч квадратных километров территории Азербайджана с более чем 300 городами, поселками и селами Азербайджана были освобождены от оккупации, отметил Алиев. В СМИ Республики Армения Пашинян говорит, что мы должны изменить свое отношение к нашим врагам. В регионе, в котором расположена Армения, есть две модели существования. Первая – создать сильную систему безопасности с современными и эффективными вооруженными силами, навязать мир враждебным соседям. Вторая – сдаться. Армянские СМИ пишут, что Никол Пашинян постоянно говорит об изменении враждебного отношения к соседям и о мире. Под этими невинными и безопасными заявлениями скрываются и другие цели, которые раскрываются в результате различных заявлений правительства и других заявлений Никола Пашиняна. Уже без раздумий заявляется, что у Армении не было армии. Армия дискредитируется и дискредитируется всеми возможными способами. И после этого раздается вопрос Никола Пашиняна о том, что есть идея проходить службу в армии раз в пять лет, всего на три месяца. На первый взгляд может показаться, что это предвыборная взятка. Перед выборами объявляется, что в случае их избрания ваши дети больше не будут служить в армии или почти никогда не будут служить. Однако, даже если эта приманка будет использована в предвыборных целях, то на самом деле это заявление преследует более далеко идущую цель – окончательно разогнать армию. То есть, с одной стороны объявляется, что у нас не было армии, а с другой объявляется намерение ликвидировать армию во имя реформ. Именно здесь формируется логика высказываний Никола Пашиняна и причинно-следственная связь. Он говорит, что мы должны изменить свое отношение к врагам так, чтобы у нас не было врагов. А если нет врагов, то и не нужно иметь армию. Это, конечно, логика, не имеющая ничего общего с примитивным поверхностным государственным мышлением. Но Никол Пашинян, не служивший в армии, никогда не отличался глубиной и рассудительностью. В регионе, в котором расположена Армения, есть две модели существования в широком смысле. Первая – создать сильную систему безопасности с современными и эффективными вооруженными силами, навязать мир враждебным соседям. И вторая – сдаться, чтобы заявить, что у нас больше нет никаких врагов, чтобы отказаться от наших собственных идей иметь армию, обеспечивая безопасность в той мере, в какой она была сохранена за третьей страной, в настоящий момент Россией. Никол Пашинян предлагает вторую модель, которая, по сути, является моделью отсутствия не только армии, но и государства как такового. Потому что без вооруженных сил или же с вооруженными силами, предложенными Николом Пашиняном, государство будет фикцией. Вот и все. Таким образом, Никол Пашинян предлагает фактически ликвидировать армянскую армию во имя красивых формулировок. Кстати, президент Азербайджана Ильхам Алиев каждый раз выступает против армянской армии, хоть и по-разному, но с одинаковым содержанием. Представление Никола Пашиняна о существовании армянской армии, а точнее ее отсутствии, совпадают, пишет газета. Мэтью Брайза. Реваншисты против сотрудничества Еревана с Баку и Анкарой. Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов Америки и бывший посол Америки в Азербайджане, Мэтью Брайза, приветствует разрешение армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Экс-посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза считает, что Зангизурский транспортный коридор может стать частью проекта «Север-Юг». В видеоинтервью на YouTube американский дипломат отмечает, что реализация Зангизурского коридора имеет важную экономическую и геостратегическую составляющую. Мэтью Брайза заявляет, что Зангизурский коридор объединит между собой транспортные инфраструктуры Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, откроет новые возможности для инвестирования в крупномасштабные региональные проекты. Коридор может активно использоваться в плане развития сотрудничества между промышленными зонами. Против реализации Зангизурского коридора выступают армянские реваншисты, которые не желают налаживания экономических контактов и разностороннего сотрудничества Еревана с Баку и Анкарой, подчеркнул эксперт. Ильхам Алиев Азербайджан не имеет никаких военных планов в связи с Арменией. У Азербайджана нет никаких военных планов на границе с Арменией. Об этом сказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе конференции в Университете Ада. Вы спросили о том, что будет после того, как регион покинет российский миротворческий контингент. У нас есть границы с Арменией в Тавузе, Газахе. Наши погранвойска стоят в непосредственной близости от армянской стороны в Зангилане. Имеются инциденты? Нет. Армянской армии нет, она деморализована. Наши войска стоят в 5 метрах, но мы не имеем никаких военных планов, подчеркнул глава государства. Я думаю, не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок. В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда и в одних деревнях, сказал глава государства.